Ледяная гладь Волги и попутный ветер в Тольятти, несмотря на 25-ти градусный мороз, прошел фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2018» с генеральным информационным партнером мероприятия телерадиокомпании «Губерния». Сильнейшие сноукайтеры России приехали на Волжскую землю показать, на что они способны. За экстремальными трюками наблюдал Дмитрий Лобанов. Крепкие русские морозы и гладкий лед на Волге подарил этот февраль фестивалю «Жигулевское море». Участие в нем приняли более 60 сноукайтеров со всей России. Это наш уникальный формат, лепестковая система, 45 километров по генеральному курсу. Мы ставим одну петлю простую для начинающих, потом у нас идет промежуточный финиш и еще две петли, которые проходят уже более подготовленные спортсмены. То есть это марафон «Жигулевское море». В таком формате мы проводим его уже 13 раз. Максимальная скорость сноукайтера может доходить до 100 километров в час. А если ветер сильный, то спортсмена может даже унести, причем в неизвестном направлении. К счастью, в этом году обошлось без подобных происшествий. По словам организаторов, в этом году ветер не такой сильный, как в прошлом. Впрочем, спортсменов это не пугает. Они все равно выходят на старт и преодолевают дистанцию, как могут. Каждый из спортсменов справляется с нехваткой ветра по-своему. Например, Марии Букреевой из Новосибирска иногда приходится идти пешком до следующей точки. Ну, либо бегу на ветер от кайта, чтобы он полетел за счет того, что я бегу, а потом уже стараться поймать верхние потоки и на них доехать. Акватория мне очень нравится. Правда, тут сложный ветер. Бывает, что такие области, где вообще нет ветра, а в других есть ветер, и сложно угадать. Но когда получается, то хорошие приходы и в гонках. Многие спортсменов приезжают в Тольятти не первый раз. Главная особенность – это место соревнований. И лучше, чем в Орской акватории у города, не найти. Ветер здесь обычно сильнее. Акватория замечательная. То есть покрытие прекрасное, снежок, лед. Просто очень здорово. Единственное, не хватает нам немного ветра для того, чтобы запускать кайты. Но даже на сегодняшнем слабом ветру удалось провести одну гонку. Ребята с большими кайтами даже смогли ее закончить. Те, у кого кайты поменьше, естественно, завалились на дистанции. Фестиваль длится пять дней, но организаторы уже строят планы на следующий год. Спортсменов в Тольятти ждут и летом, потому что кайтсерфинг – это всесезонный вид спорта. Главное – наличие попутного ветра. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти.